Всем привет! Вы слышите и видите Алексея Халецкого, значит, что вы на канале Лёша Играет, и, скорее всего, вы Жевжик, хотя, ну, тут могут быть варианты, вы уж определитесь, пожалуйста. В любом случае, тут и Жевжиком, и не Жевжиком рады. Продолжая, на уровне сложности Божество, знакомиться с новым обновлением за Россию по вашему голосованию, с новым режимом. Варварские кланы называются, и если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии. На этом я свою симпатичную мордашку выключаю и продолжаю играть уже без того, чтобы вы любовались. Ну, вам надо просто на карту смотреть, на игру, а не на меня, чисто вот поэтому беспокоюсь за вас. Так, я вот думаю, во-первых, я думаю, меня тут спросят, почему я на Аральском море не переименовываю города, да потому что, по-хорошему-то, Аральского моря уже нету, это во-первых. Во-вторых, оно находится между Казахстаном и Киргизией, и Кыргызстаном, извините. А это значит, что там нету даже русских, российских каких-то городов. И там город Аральск стоит, ну, малоизвестный, даже, по-моему, Тикси, который больше по населению, более известен, мне кажется, чем Аральск. Поэтому нету смысла как-то переименовывать. Оставлю Соликамск и Казань в таком виде. Так, и еще я думаю, что вот в Казани стоило бы, мне кажется, купить монумент. Или, может, все-таки не стоит поберечь пока деньги? Вопрос. И я еще подумал, что надо все-таки в Казани, это уже точно, я думаю, что надо купить будет поселенца, и вот так вот его тут вот таким вот макаром как-то отправить. К тому моменту, я думаю, я уже открою судостроение. Кстати, мне даже, наверное, верховая езда пока не нужна прямо сразу судостроение. Иначе я уже судостроение через три хода открою. И я спокойно его тут проведу, поэтому мне надо все-таки скаут обратно возвращать, чтобы тут засвечивать и думать, куда ставить город. Потому что тут равнины неинтересно, а вот в тундре мне точно надо город какой-то поставить. Наска объявила на Ланда. Так, кто-то Галлу объявил войну, кстати. Тот, кто и с Колумбии, походу, воюет. Ну, мне так кажется. То есть Галл и Колумбиец одному... Кому-то там с кем-то воюют вовсю. Блин, а как бы мне его встретить? Тут не проплыть. К сожалению, так. Пока не буду апать в мечника. Я хочу посмотреть, что следующим ходом увижу, сколько мне очков даст гавань. То есть я в мечника всегда смогу апнуть. Так, этот у нас идет вырубать лес под кампус. Тут мы стоим, ждем открытия. Так, ну этот, слава богу, просто бегает. Мне, конечно, нужно святилище. Мне, конечно, нужны... Конечно же, нужны... Да, и тут я все-таки думаю, что мне в теологию надо идти, а не в исторические хроники. Потому что я еще и два кампуса до сих пор не построил. Так что... Так, тут катастрофически все изверглось. Вот удивительное дело, это же из сценки Райкина. Катастрофически. И эта сценка, наверное, еще даже за 20 лет до моего рождения была. А вот как оно в народе осталось? Эти... Ну, то есть, талант? Талантище. Я думаю, сейчас смотрю, какие-нибудь 20-летние молодые, наверное, даже не видели. Райкина. Никаких сценок. Не того, который сейчас глава Сатирикона, а... Блин, я вот думаю, куда мне конем... Ну, блин, ну, что-то у меня такие большие сомнения, что мне Гал может войну объявить. Так, давайте тут чисто засвечивать на всяких пожарных. Так, тут я возвращаюсь, хочу апнуть в лучников всех троих, я думаю. Так, тут я открыл... Драму и поэзию, да? Надо ли мне что-нибудь... Создание строителей. Я строителей еще строю. Да. Думаю, в Смоленске... Я думаю, что коммерческий район в Смоленске надо вот сюда поставить. Он будет тоже влиять на этот район. И вот тут, скорее всего, театралку... Блин, театралка, конечно, лучше с... Эээ... С... 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 Блин, ладно, я просто думаю, что в Смоленске надо уже будет вместо рабочего именно что... Вообще, вот тут лавра еще неплохо. В Смоленске, получается, вот сюда бы лавра пошла. В Соликамске лавра есть. Давайте, наверное, мы тогда лавру вот тут организуем. Вообще, города медленно растут. Почему у меня Киев медленно растет? Хотя, казалось бы, еда вроде как есть. Мне реально маяк нужен, маяк мне... Вот я сейчас, я лучше следующим ходом куплю маяк. Маяк дает еду. Блин, можно посмотреть, блин? И показывать. Я хотел посмотреть. Ну, по-моему, и дает еду от клеток моря. Этого рабочего я пойду сюда. Ладно, посмотрим, что там вырубать надо будет. Сколько места у людей здесь? Извините, не у людей, а у компьютеров, конечно же. Ну, вот тут вполне проходит посел, высаживается на воду и плывет туда. Главное, чтобы тут галл не поставил. Ну, я не могу, чтобы он поставит. Такие места странные. Он тут скорее где-то поставит. О, получил, да. Ну, начни одну очку. То есть мне достаточно просто апнуть мечника. А у нас еще... Так, вот тут мы меняем. Наверное, уберем создание строителей. Поставлю как раз соседство бонус священного места. Плюс 40, плюс 12 сразу стало. Ну, и тут, соответственно, 10 производства. Да, вот тут, конечно, храм Бахабодхи очень хорошо будет. Может, мне его сразу и ставить? Или все-таки святилище и купить миссионеров? Ну, блин, я не буду, я не хочу сейчас на миссионеров тратить. Веру. Маяк я сейчас куплю за деньги. А, стоп, я же не могу храм Махабодхи. Слушайте, 9 ходов, да. Я не могу храм Махабодхи без храма, собственно. Поэтому мне нужно святилище и храм построить, да. Значит, это идея. Может, мне тут, кстати, амбар? Давайте амбар, чтобы быстрее рос город. Не для жилья, а потому что он одну еду и дает. Маяк, одну пищу, блин, и маяк мне нужен. А, ну, майка куплю сейчас. Маяк я куплю. Просто, чтобы еда появилась. Так. Давайте тут залучим. Блин, тут на науку просто... А, наверное, лучше так залучим. В Смоленске тогда сначала торговца сделаю, а потом уже лавру. Так, это в Смоленск пойдет? Да, в Смоленск. Подождите, а стоит ли мне спешить с лаврой тут, если она мне не дает... Она мне вообще не будет науку, извините, веру давать. Я думаю, нету смысла спешить. Может, тогда все-таки центр коммерции... Нет, тут рабочий сначала. Торговец сначала, в любом случае. Блин, зря я туда пошел. Ладно. Сейчас мы еще подумаем. Покумекаем. Не знаю. Давайте думать, где мне тут ставить город. Так, лучше видно... Тундра где? Здесь вот половина тундры. Так. Вот тут у нас кампус, очевидно, должен быть очень неплохой. Я бы хотел тут один город поставить. Тут кампус у нас на плюс четыре, так? Итак, как-то надо поставить, чтобы еще и серебро мы задели. И, возможно, жемчуг. Но выглядит как только сюда. На Дон. Как мы назовем город на Дону? Неужто Краснодар? Дон текущий через тундру, конечно. Ну да, видимо, вот сюда. Я понимаю, что тут можно больше городов поставить. Но он так отделен. То есть это как и здесь. Тут тоже можно больше городов поставить. Но в связи с таким отделением от остальной территории, мне кажется, нет смысла. Я бы, конечно, вот этот лагерь убивал. Катя, как тут... Как тут идет... Сейчас, подождите. Как тут идет развитие того варварского лагеря. Идет, кстати, вполне. Только пишет. Не пишет, конечно, через сколько ходов встанет. Ну, интересно, в кого он превратится. Так, сколько у нас ходов, да? Четыре. В кого он превратится тут? Витцапу. Игры Витцапа какая-то, блин. Потому что тут просто постоять, показать конем. Да, это я сюда зря пошел. Хорошо, а что я тогда хочу обрабатывать? Может пойти цитрусовые обработать? Как раз и предприятие сделать. Тут у нас нет денег эту клетку выкупить. 60-ка. Стоим ждем. Ну, почему эти с кем там воюют галы и колумбийцы? Кто у нас тут может быть злой такой? Византия обычно злая, да? Ну, из тех, кого я поставил. Светилища. Стоит ли мне храм делать? Ну, библиотека, библиотека, три науки. Карточку на... Мне надо тут... Блин, как мне веру разве? Я не понимаю, почему она сама не распространяется. Почему она так слабо действовала? Мне реально... Ну, наверное, храм все-таки. Или библиотека... Ну, библиотека, три науки. Три науки у меня больше десяти процентов. От всей моей науки. А что тут еще строить? Строители тут ненужными. Он стоит, он ждет. Следовательские гранты не нужны, стены не нужны. Но храм дает веру, за счет которой я покупаю поселенцев и рабочих. И в следующем... Я еще, кстати, подумаю, но, скорее всего, в следующем опять монументальность возьму в следующем веке. Блин. Храм Минакши, Вьетнам. Ладно, храм. Что, я не Россия, что ли, чтобы выбирать между верой и наукой науку? Так, есть, кстати, один посол еще. Ну, можно исторические хроники, какие-то военную традицию можно. И давайте пока исторические хроники два хода подоткрываем. Есть ли у меня смысл куда-то... Ну, у меня нет ни одного храма, я бы так в носку отправил. О, Ноланда хочет обращения в веру. Блин, мне надо было поставить сюда первого посла. Ну, короче, надо Ноланду оставить. Блин, вот какие-то... Вот это мне не нравится все. Вот это вот... Вот это вот все католическое так не нравится мне. Больше торговых путей. Странно, почему только сейчас сообщил об этом, когда я... прошлым ходом как раз увеличил. Наверное, я тут буду стоять скаутом. Так, тут мы не можем пока вырубить. Один ход ждем. Мы просто стоим. Блин, так хочется колумбийцу объявить войну и уничтожать его миссионеров. Вы бы знали. Он все равно ничего не может прийти ко мне сделать. Вообще даже неизвестно где. Правда, мне кажется, я испорчу это отношение еще и с этим... с Галом. Не хотелось бы. Еще какой-то остров. Это все-таки... Другой континент или нет? Вообще, по идее, мне должны добегать сюда караваны в определенный момент. Есть лавра, которая дает восемь веры и ноль производства. Четыре жилья есть. Так, гавань могу на троечку построить. Или отложить один ход и кампус начать. Более вырубит. Просто кампус приятный. Ну, я тогда гавань не смогу строить. Смотрите, идея в чем? Смотрите, мне кампус дает плюс 3, да? Ну, предположим, я выйду довольно скоро в исторические хроники. Если бы я еще его и строил, я бы вышел в исторические хроники. Плюс 6 бы он давал. Но я с тем же успехом могу построить гавань. И караван к галлу будет давать те же плюс 3. Не плюс 6 с карточкой, но плюс 3 это тоже неплохо. А кроме плюс 3 науки он еще кучу всего будет давать. Поэтому мне все-таки кажется, что гавань приоритетнее. Я все равно куплю эту клетку и вырублю там лес. А с другой стороны, зачем мне спешить вырубать там лес? Так, ладно, сколько стоит? 160. Следующим ходом мы в Казани покупаем поселенца. Падану построили. Так, есть святилище. Нет, еще строится. Киев растет, наконец-то. Киев теперь уже подрастает. Еще железо, в принципе, там можно обработать. Блин, тварь, убери. Такие муторные. Ладно, как мне он быстрее будет, наверное, все-таки тут спущусь. Я, наверное, сюда пойду, спущусь на воду и так вот обплыву по силам. Что он там встал рабочим и просто никуда не шелохнется уже. Так, раз я не хочу здесь, давайте, наверное, железо обработаем. Так, тут я, наверное, следую писателям. Тогда коняшкой давайте тут тыгдымкать. Так, где этот может быть цивилизация, с которой Колумбия и Гал воюют? Так, давай, открытые границы, давай, давай. Ты мне еще за это заплатишь. Да, сделать договор более равным не работает. Ну, два царик, предположим. Единичку просто готова. Вот с такими жматами можно вообще на одной планете жить. И торговать не... У меня уже по дворе три ресурса по два, а у них нечем торговать. Сколько ходов еще у нас? Два. Следующим ходом надо будет апать все-таки мечника. Так, исторические хроники отложим. И... В ученичество уже. Ага. Вот это имеет смысл купить клетку, кстати. И это у нас будет... Сначала... Ой, я сразу могу в производство. Отлично. Сразу в производство. Так, гляну. У нас военные юниты. Тут плюс 25% квери, кстати. Поэтому и лучше тут светилища с храмом ставить. Ой, блин, не купил посила. Вот это... Дурачинка. Маленькая простофилька. Унитов кавалерий, великих полководцев, атака с фланга. Давайте я, наверное, поставлю первый посол. Побыстрее. На ланду, по идее, не берут. Отправлю вот так сделаю пока. И... Игры и развлечения. Сомневаюсь, что я тут строительство скоро открою. По силу надо купить, чтобы пока я не забыл. И... Монумент здесь. Так, смотрим. Ну, 8 ходов, как минимум. Вообще, на самом деле, будет быстрее. Это опять фиговая... Как фиговая? Отличная прокладка пути от Фераксис. Которая не учитывает, что у меня посилы и рабочие за счет монументальности бегают намного быстрее. Так, а что Смоленск обрабатывает у нас? Как раз все обработанные. Ммм... Ну, мне бы, наверное, шахт вот здесь поднастроить. Пожалуй. Малуй. А, слушайте, я получил за что-то очки. И за что же? А, я рынок цитрусовых захватил. Ммм, точно. Тут каждое производство дает очки. Да, ну все, я уже... Можно даже мечников не апгрейдить, как видите. О, о, о. Шинге. Типа, это какое-то классное, кстати. Международные и внутренние торговые пути получают веру за каждого последователя, основанной вами или доминирующей религией в этом городе. Вот этот город мне стопудово надо союзить. Хорошо, что у меня стоит еще карточка. Так. Что он хочет? Вызвать вдохновение для социальной института игры. Блин, там что-то... Блин, строительство. Эх. Давайте строительство открывать. Ну, мне надо шингети засоветить. То есть отправляем еще этого третьего прямо в шингети. Надо выполнять этот квест. Игры и развлечения надо отложить, получается. Ну, получается, исторические хроники так открывать. Блин, а я как же я это... Так, мне нужна... Мне нужна водяная мельница. Я отложу... Отложу пока строительство махабоски, потому что я иначе... Я иначе получаю... Я игры и развлечения иначе просто так открою. Я просто не успею никак их ускорить, а мне придется их открывать. Блин, 79 науки 64. У меня 25-25. Изи. Я, наверное, буду к Кельту все отправлять. Надеюсь, что это как-то улучшит нас с ним. Мне нужен союз, несомненно, с ним. Наши войска были у их границ. Поселились возле них. Первые впечатления у нас. И любители, у которых меньше военных юнитов, чем у него. Блин. Не очень удачный сосед, конечно. Для союза. Хорошо, если так. Все равно два хода, но зато плюс одна наука. Тогда лучше так. Опять золотой век. Я все-таки думаю, что надо... Блин, открылась исторический хроник. Два хода же было написано. Не очень хорошо. Я бы монументальность брал, честно говоря. Я не вижу тут... То есть у меня пока будет только две гавани. То есть они немного, но это сколько? Будет четыре науки. А за счет монументальности я очень неплохо... Должен. Блин, игры и развлечения. Смогу я... Ну, смотрите, у меня водяная мельница ускорится. Откроется ли у меня строительство. Вот же ж, блин. Так, еще один... Писатель. Ну, давайте его какой-нибудь сюда отправим пока. Блин, смотрите. Вьетнам поставил город и все. И этот клан больше не может вырасти. Ну, ё-моё. Я так на него надеялся. Так, что у нас... Куда? Лизьё. 1-3-3-2. Адуатука. 1-1-3-3-2. Ну, в Адуатуку, наверное. Я уже шесть науки и шесть культуры имею чисто от караванов, получается. Э-э-э-э-э... Вы знаете, я бы вот сейчас все-таки уже сделал миссионера. Надо уже... Вот цирки в Тикси само наконец-то распространилось, но мне надо в Соликамск стопудово распространить. Надо, надо. У меня нормально идёт Веры. Дальше. Кого бы мне брать теперь? Ну, можно, конечно... Ну, вообще, у меня тут эти города не отваливаются, потому что Гал теперь в тёмном веке, а я в золотом. Они у меня просто не будут отваливаться. Пока. Так что, я думаю, Виктора, например, в Казань сажать нет смысла. О, Темпломайор. Торговый купол. Это, кстати, от Самарканда. Ну, не знаю, Пингалу... Я слишком маленький город пока сейчас, Киев, чтобы прям Пингалу бы круто был. Брать Магнуса, так мне тут вырубать нечего. Хотя в Соликамске... Слушайте, наверное, в Соликамске Магнуса. Вот тут вот эти три клетки точно вырубаются. То, может, и овец можно. Хотя бы четыре клетки, да? Всё равно Магнус-то нужен, он мощный на производство в конце игры. Давайте в Соликамск Магнуса определим. Пока, наверное, не проплыву. Так, в Тикси храм завершён. В Тикси я буду потом храм строить после водяной мельницы и храм Махабодхи здесь. В Тикси. Ну, давайте библиотеку, а потом, наверное, всё-таки рабочих. Рабочих, тогда я пойду, вон, хотя бы крабов тех обработаю. Просто, просто пока в Тикси нечего строить. Можно после библиотеки и рабочих организовать. Не хочу пока соседство кампуса. Хотя, подождите, а что у меня тут стоит? Плюс одно производство в всех городах. Может и поставить. А что тут вот? Ну, строителей... Там, в принципе, неплохо. Плюс четыре будет, правильно? И здесь опять плюс два влияния. Нормально. Давайте. Вот уже 33 науки. Уже приятненько. Так. Сколько у нас стоит посел? 180. Мне бы, конечно, хотелось уже довести этого посела... Ну, то есть, тут нужен город, да. И тут, по идее, ещё встанет. Получается так. То есть, ещё как минимум два поселенца. Тут я боюсь ставить города. Да и не выглядит там каким-то крутым местом. Смоленск. Центр коммерции. Ну, в Киеве он до семи вырастет. Я буду правительственную площадь строить. Тут нету смысла лавру строить, пока нету правительственной площади. Она просто ничего давать не будет. Ну, знаете, центр коммерции, да. Пройдёмся ещё по городам. Всё на производство переключать. Я тут залочено всё. Ну ладно, давайте пока так. Еда, производство, еда, производство. Ну, всё вроде неплохо. Глянем ресурсы. Опять торговать не с кем. И продать лошадей и железо. Например, железа нету вообще у галлов. Имеет ли мне смысл... Я вот боюсь, я помню, в прошлой игре я продал кому-то там ресурсы, он мне сразу войну объявил. Даже не знаю, что хорошие отношения были. Типа, поверил в себя. То есть, лошадей, например, галлов. У галлов нету лошадей. А у всех остальных всё есть. Просто по максимуму уже ничего. Не, не хочу я галлам лошадей продавать. Вот. Ой. Так, идёт поселенец. Мне кажется, стоит всё-таки здесь, видимо, тогда ставить город. Иначе гал поставит. Так, я за галла голосую. Надеюсь, он пройдёт. И 100% к типичным бонусам от ровки не от торговцев. Давайте за религиозные. Ну-ка. О! Хамурапи. Может, они с ним и воюют? Так. Неизвестный игрок. 100% религиозный. Отлично. Надо Шингетти союзить. Открылась игра и развлечения. Я строительство завершил. Вот. Интересно, сейчас посмотрим, за счёт ускорения или... Ну, вроде написано, вроде Эврика была. Сейчас глянем. Наски выполнил задание. И выполнил Шингетти. Отлично. Я стал сюзереном Шингетти. Теперь смотрим. Плюс один, плюс один. Уже идёт. Это от Шингетти. И в дальнейшем это будет даже больше. Надо тут город ставить, иначе Гал ведёт как раз сюда город ставить. Так что откладывается. Так. Да, это... Это Хаммурапи у нас здесь. Который уже находится в промышленной эре. И он воюет и с Колумбией, и с Галами, так понимаю. Да. Давайте глянем, сколько у него городов. Шесть. Он вполне может воевать. Двести... Ну, сила, кстати, меньше, чем у этих ребят. Ой, господи. Лучше бы они его... Вот бы они его замордовали. Я был бы так счастлив. Потому что это какой-то чит. Этот... Вавилон. Так, я союзник Шингетти. Это очень хорошо. Правда, Колумбия может захотеть его захватить. Очень бы не хотелось. Чтобы это произошло. Так, ещё раз. Какая там даёт одну науку... Одну веру за каждого последователя, основанной вами или доминирующей религией в этом городе. То есть, если я обращу Гала, то я буду, видимо... А, нет, я же посылаю из города... Боже, я не понимаю, это куда посылаю или откуда? Если откуда, то это вообще мне сейчас надо вот этих все обращать, города. Начиная с Соликамска, конечно же. Хотя вот у нас быстрее Смоленск будет обращён. Сейчас глянем. Всё посмотрели. Тут у нас плывут ребята. Этого я куда отправлял-то? Что я хотел им... Ну, я просто там уже рабочий строится, как бы мне не нужно... Всё-таки засчиталась у меня... Видите? Засчиталась водяная мельница. Так, инженерное дело. Ну да, давайте Акведук. Нет, давайте сначала ученичество, потом Акведук. Ещё раз, сколько мне тут надо? 180. Здесь пойдём пока в оборонительную тактику. Слушайте, на удивление, до сих пор никто мне войну не объявил. Я прям удивлён для... Ну, просто у меня один сосед оказался. Один сосед Гал, у которого есть более страшный сосед. Получается так. Кампус, священное место, плюс два влияния, содержание юнитов. Может поставить 15% на строительство? Я хочу Махабодхи построить. Но это через три хода я смогу начать её строить. Как раз, кстати, оборонительная тактика откроется. Так, может и не менять пока. Одно железо с двумя и более специализированными районами. Стоимость выкупа клеток. Да, наверное, даже оставлю. Чё тут? Так, слушайте, ну он может же ещё и сюда везти город, так? Давайте мы как-то начнём мешать ему. Например, вот тут сейчас будем. То есть, меня волнует, чтобы он и туда не поставил, и сюда не поставил. Пошёл назад, хорошо. Аншан, ну аншан мне сейчас не нужен, прямо скажем. У меня ни университетов нету. Хотя, ну, это даже не надо быть своим. У меня нету никаких этих шедевров. Мне театралка нужна, чтобы эти шедевры... Хотя, у меня уже два писателя без денег. Давайте я, наверное, его даже высажу сюда. Хочу вон там сверху посмотреть, что... Смоленская недостаточная жилья на производство. Тут шахту. Сюда идём, шахту. Так, ну ставлю... Я, наверное, прямо на камень. Или сюда, слушайте. Не, надо на камень, иначе я сюда кампус не достану. Да. Надо тут ставить. Сразу отметим, что тут у нас кампус вообще-то на плюс 5. На минуточку. Ну, не знаю, просто встану здесь. И здесь буду стоять пока. Так, обращаем Смоленск. Соликамск. Казань. Так, это у нас что за река вообще? Рейн. Хе-хе, чё? Хе-хе, блин. А чё Рейн? Я на Рейне... Не знаю русских городов на Рейне. Чё это за прикол? Рона. Рона и Рейн. Ну, тогда тут какой город будет, такой и будет. Так уж и быть. Не будем переименовывать. Ну, тут интересные битвы происходят. Такой хамурапи сразу улыбочка, дружочек-пирожочек. Но я помню прошлую игру, где он был дружочек-пирожочек. Я ему продал лошадей, и он мне сразу войну объявил. Так что вот этой наглой вавилонской морде мы не верим. Блин, а у кого-нибудь вообще ресурсы какие-нибудь будут на продажу когда-нибудь в этой игре? Кстати, я бы ему ресурсов продал, чтобы он воевал с Колумбией. У меня деньги-то... У тебя деньги-то есть? Ну, кстати, можно хотя бы вход ему... Чтобы он мне деньги в ход давал. Внутри так. Давайте еще и 10. Железо ему. Нормально. Вот это меня устраивает. Да, острова, конечно, тут действительно есть. Вопрос только, стоит ли мне их заселять. Основали ли последнюю религию? Да. И, надеюсь, это не Гал. Так, Вьетнам, Колумбия, неизвестный, Вавилон. Неизвестный, да, не Гал. Но Гала можно вполне обратить. Тем более, что ему не нравится, когда его обращает Вавилон. Зачем-то Колумбиец Олезию обратил. Немножко странно. Следим за его поселом. Он, наверное, где-то сюда пойдет поставить, скорее всего. Блин, хотя он может тут поставить. Я, подожди, если я тут поставлю, там уже не влазит. Да, уже не влазит. Я ставлю, и там уже ничего не влазит. Отлично. Так, начинаем с монумента. Самарканд надо брать. А, тут был город Вавилона, по-моему. Так, минус город у Вавилона. Так, там, походу, Вавилон-то пилят. Не хочется под обстрел остановиться. Ну, Гонконг так себе. Так, а увеличилось ли количество? Да. Значит, это зависит от того города, откуда вы отправляете караван. Видите, в Смоленске у меня, значит, три последователя, видимо. Да, три последователя, и поэтому отправленный из Смоленска караван имеет плюс три к вере. Так, теперь Соликамск. Потому что тут у нас есть лавра, которая производство даст. О, наконец-то лесопилки можно поставить. Так, а где я в Тикси хотел? А, уже нигде, я уже поставил, где я хотел. Угу. Угу. Храм. Храм Махабодхи будет потом строиться здесь. Или, может, правительственную сначала? Я так могу долго откладывать. Так, нужен посел. Сюда поставлю город, потом уже туда поведу. И туда уже поведу из Новгорода, купив. Сто восемьдесят. Следующий стоит двести. Нормально, у меня семьдесят три вход. Ну, мне кажется, достаточно будет здесь поставить, здесь и здесь. Вполне. Так, пожалуй, продолжим строителей. Это у нас город, откуда мы всех строителей везде отправляем. Надо не забыть, будет на оборонительной тактике. Так, может мне все-таки апнуть? Они тридцать стоят, да? То есть я девяносто потрачу. Но я буду трать... Это я ускорю машиностроение. Ну, ладно. Чуть позже. Я пойду в машиностроение, но чуть позже. Так. Что у нас здесь? Еда, производство. Норм. Вот чисто производство, ничего не залочено. Еда, производство. Слушайте, а как бы мне в Тикси повысить? Что мне тут сделать? Мне ж тут... Межгород не растет вообще никак. Какие вообще варианты? До рыбы он сверху не дотягивается. Я даже не знаю, например, что мне в Тикси делать. Вот вам и четыре тысячи населения, как в реальном Тикси. Казань, рост. Нижний Новгород, рост. Слушайте, а вот... Я сказал, не буду перевернуть. То, смотрите, у нас же нету просто Новгорода, правильно? Давайте пропускай-то будет Великий Новгород. Смысл... Да, елки. Смысл в Нижнем Новгороде, если нету просто Новгорода. О, будет Новгород. Давайте Великий Новгород. Да, сто претензий. Зря я обещал. Там было все 25 претензий. Но я боялся, что мне войну объявят с другой стороны. Божественное право. Так, открыли промышленную зону. Рудник. Больше производства дает. 100% при производстве оборонительных зданий. Кстати, у меня там в комментариях спрашивали, что нету мавзолея в Геликарнасе. Может, кто напом... Может, это вообще отдельный какой-то DLC был? С мавзолеем в Гелик... По-моему, это какой-то отдельный мавзолей Геликарнаса и храм Артемиды. Он, по-моему, с какими-то отдельно цивами поставлялся. Так, значит, ставим на... Барщину. Так. Дальше тут... Тут может нанять... Представьте, я Соликамск. Будь здорово. Спасибо. Соликамск обращу. Это чтобы тут у нас производство еще добавилось. Так. Я просто думаю, либо Лян брать, чтобы дополнительный заряд у рабочих, либо Мокшу в Казань, чтобы он сильнее распространял религию. Что мне важнее? Ну, распространить, сказать, религию на Гала, это... Он такой будет радостный тогда. То есть у нас хорошее отношение, может, все-таки это важнее. Искать, что мне дополнительный заряд прям нужен. Давайте, наверное, Мокшу в Казань все-таки. Не знаю, мне почему-то хочется именно... Мокша мини-ханов. Лайк, если... Если ты из Татарстана. Так, пошли сюда город ставить. Тут мы построили... Монумент. Слушайте, у какого-то... Мне вообще нету соседей. Ну, тут только гавань нормальная будет, да? На плюс три. Более-менее. А вообще, для всех остальных районов вообще непонятно, где соседство брать. Ну, промышленная зона, например, да? Если я вот здесь поставлю... Акведук. Кстати. Ну, тут плюс один из-за железа. То есть, может быть, соседство с гаванью, соседство... С... Каменоломней и с акведуком. Если так, пожалуй. Давайте попробуем. Тут уже акведук... А, еще не открыл акведук. Тут акведук. Здесь промышленная зона, получается. Ну, я с гавани все равно начну. Где-то лавры еще надо организовать. Так. Уважаемый Вавилон, не дадите ли открытые граниты? Ну, серьезно там ощущение, что его пилят. Я еще считаю, что вы мне должны заплатить за это. Нормально. Why not? Я по-вавилонски сейчас сказал. По-древне-вавилонски. 186 силы, 250. Ну, не выглядит, что они прям его ломят. Потому что он, извините, все-таки их опережает так прилично. То есть, ему бы кирасиры и пушки, и уже ничего ему не поможет. Им не поможет. Ну, я не вижу. Хорошо, а что у него с ресурсами? У него, видимо, опять нету ни железа. Не, что-то есть, кстати. А что тогда его... Тут гнобят. Не понимаю. Уже мог бы построить что-нибудь. Так, ну, давайте, наверное, сюда поплыву и следовать. Да, обещания я, наверное, разрядовал. Все-таки... Там можно было просто пообещать. Так, а смысл тут уже обрабатывать? Тут основное... Тут ничего лучше-то... Нету смысла эту клетку обрабатывать. Нету жителей, чтобы на ней работать. Ну, храм Махабодхи. Хочется, конечно, правительственную площадь, но... Слишком откладывать буду. Так, хорошо, шесть ходов. А что там... А что там... Ну, смотрите... Правительственную площадь и зал для приемов, она увеличит, конечно, у меня счастье, да? И бонус, но я все равно не построю. Нет, давайте, давайте, давайте все-таки храм Махабодхи. Махабодхи. Иначе мы, мне кажется, не успеем просто. Шесть ходов это норм. Так, есть посол. Ну, пока... Наску мне не надо быть сюзереном. Шингетти. Я бы оставлял, чтобы шингетти быть сюзереном шингетти. Пока. Аншана мне не надо быть сейчас. Сюзереном. Так, хорошо. Госслужба. Военная подготовка. Еще одного посла даст. Так, я бы, конечно, в монархию вышел. Но для этого надо через... Хорошо, десять. Население в десять. В принципе, Киев вполне может быть с таким населением. Тем более, что у меня тут все на еду. И вообще, давайте я попробую... Кстати, давайте я попробую на производство все переключить. Посмотрим, насколько так быстро будет. Если я так сделаю. Пять ходов. Один ход рост. Восемь ходов производства. Два. Ладно, давайте так оставим. Два пять. Два пять. Два пять. Ну, Киев выглядит, как он может вырасти до десяти, на самом деле. Ладно. Военной подготовки мне ничего тут не надо такого крутого. Давайте пока госслужбу начнем, потом отложим. Пока пошли дальше. Ммм, апельсинку за пять монеток. Даже... Сейчас апельсины дороже за килограмм стоят. Картография продвинулась. Инженерное дело открыли. Можно акведуки строить. Так, в Новгороде покупаем посела. И он поедет сюда селиться. Тут у нас посел все еще едет. Так, инженерное дело. Ну, математику можно. Так, вон там у трех лучников можно. Уже апнуть и ускорить. Есть Соликамск. Казань осталось обратить. На самом деле. Видите, тут еще мог что-то даже не приедет, а я уже обращу. И мы так неплохо будем влиять. На всех вокруг. Плюс я еще деньги с этого имею. Видите, уже плюс 12 сверований. Так что все очень даже неплохо. Так, что Киев обрабатывает на данный момент? Краба хочу вон того. Забыл о нем. Потому что рыбацкая лодка плюс еще жилье. Да это, правда, в данном случае оно мне не совсем надо. Я вот не знаю, реально. Мне в Тикси реально нефиг делать. Акведук тоже бессмысленно, на самом деле. Здесь строить. Поселенцы. Может тут поселенцев строить просто? Нет, строителей круче. Просто город для строительства поселенцев бесконечных. Так, давайте, дооткрываем эту территорию. Ну, Вавилон, мне кажется, не берется вот тем, что тут стоит. Хотя, кто его знает. Честно говоря, я вот играя на нормальное количество цивилизаций, никогда их больше, чем надо. А вот то количество, которое на этой карте, я еще не видел, чтобы один компьютер забирал другого. Там вообще полностью, чтобы его кто-то захватил. Но тут аж двое. С Вавилоном. А нет, смотрите, Вавилон уже с Колумбии замирился. Так, это интересно. А галы Вавилону город уничтожили просто. Такой хренак и нету города. Я хочу храм Махабодхи для укрепления религии. Блин, а может мне купить эти рынки? Нет, давайте построим. Я лучше куплю караваны, когда будет и рынок, и маяк построен. Покупки в Зайчики и Веры. Не хочу пока миссионеров. Блин, а с другой стороны, я бы и Новгород сразу обратил с этим городом. Не, не, ладно, не будем. Так, здесь целикамское производство. Всемирный конгресс скоро соберется. Это, наверное, не про нас будет. Гесат и Галлии разграбили библиотеку. Ну, сволочи, да, это не с нами. Так, походу, на нашем континенте только три цивилизации. Именно на том, на котором мы находимся. Нет, вру, четыре. Россия, Галы, Вавилон и Колумбия. Так, все морские юмиты плюс один к перемещению. Дипломатический квартал и Петра. Ну, Петру мне... Да, наверное, негде строить. Так, можно уже коником опять побегать. Знаете, может, я отправлю коня тут смотреть, что происходит. Начинает Вавилон потихоньку. 59. Слушайте, 59 это уже какой-то такой приличный юнит взят. 59. Ну, как вот 59 можно с нынешней силой, которая есть у Гала, вообще забрать. Так, Казань. Обращаем. Мокша просто дает плюс 100% влияние. Поэтому я его, видите, в этот город посадил, чтобы он отсюда влиял на города Галла. 15 жилья, да. Ну, 8 это как-то долго. 4 хода, 5 ходов 100. Не, ну, нам надо храм Махабодхи достроить сначала. Не ускоряется никогда. Три хода. Ну, три хода, так три хода должны. Мне кажется, наш будет. Так что он тут обрабатывает. Давайте попробуем лес. Кстати, вот впервые... Поставил 4, да? А впервые как-то даже не теплится эти вулканы рядом со мной. Как-то по лайту все, что ли. Так, у Вьетнама 92. Ребята-варвары, к вам идет Гомер. Встречайте в гости. Так, может, давайте еще с этим об открытых границах договоримся. А он хочет деньги. Ну, что поделать. Однократно, тем более, единичку. Я думаю, что можно... Можно принять. По-божески, по-божески. Не грабит. Так, где еще цивилизации, блин? О! Что это за... Медвежье дерево. Кстати! Смотрите, он должен стать... Превращение в город государства в любой момент. Мы увидим, превратится он в любой момент или нет. Так, сколько нам... Там 220, скорее всего, для поселенца требуется. А вообще вопрос... Да, 220. Вообще вопрос, нужен ли нам еще поселенец. То есть мы сейчас вот тут ставим город, тут ставим город. И этот туда едет. Нужно ли нам еще где-нибудь города ставить вообще? Вот тут надо остров посорить. Ну, он какой-то такой... Конечно, приличные города такие... Острова, да? Приятненькие. Фематика, давайте военную тактику. Не хочу пока что-то лучников. Хотя... С другой стороны... Вообще надо бы... Вообще надо бы и арбалетчиков открыть. Там... А там и монархия. Так, госслужбы. Давайте мы госслужбу пока отложим. Этот феодализм. Что-то и фермы я не строю. И глянем, что с ресурсами. Все еще... Я вот это... Опять... Мне кажется, тоже опять что-то сломано. Почему компьютер не обрабатывает второй ресурс? Тем более, что это даст предприятие. Я не понимаю. Ну, то есть... Давайте посмотрим. Вот на что я могу торговать? Янтарь, да? Что, он один, что ли, на карте? Имеется. Поразительно. Ну, ладно. Фу, колизей. Я уже думал, храм бахаботки. На этом закончу эту серию. Нет! Храм бахаботки! ТВАРИ! ТВАРИ! Я не... Ну, это какой-то... Какая тварь. Амбиотрикс построил этот. Вот на этой печальной ноте я закончу эту серию. Спасибо, что смотрите. Спонсоры могут попытаться найти продолжение... Ммм... Во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Играйте в умные игры.